Пищевые отравления часто доставляют родителям маленьких детей немало хлопот, особенно летом. Чтобы не проводить время в больничной палате из-за съеденного ребенком фрукта или некачественных продуктов, взрослые пытаются всячески уберечь своих чад от подобного рода интоксикаций. Конечно, моем руки перед едой. А по поводу того, мы покупаем продукты все наши, молдавские, на базаре. Также, когда хожу в магазин, я всегда смотрю состав некоторых продуктов, из чего состоит, и стараюсь покупать хорошую нормальную пищу, без всяких добавок. Во-первых, все пропариваем. Ни одну фрукту не даем, чтобы не пропарить. Ее промыть 3-4 раза в холодной воде, потом в кипяченой воде. От перцев сейчас они самые вкусные, чистят бабушка шкурку вот эту всю. И вот так мы кормим наши детей, но витамины детям нужны. Стараюсь давать детям натуральные фрукты. Не покупаю арбузы больших размеров или турецкие помидоры. Больше предпочитаю наши, с бабушкиного огорода. И перед тем, как дать детям сладости, стараюсь их накормить. Действия, которые родители предпринимают для защиты своих детей от отравлений, медики только приветствуют. Тем не менее, они говорят, что от пищевых интоксикаций никто не застрахован. Поэтому дают ряд рекомендаций. Обращаюсь к родителям. В жаркий период года будьте внимательными по отношению к детям. Если ребёнок не хочет есть, постарайтесь выяснить причину. Если появляются боли в животе или расстройства, на это тоже следует обратить внимание. Потому что, когда у ребёнка появляется температура или рвота, это уже поздно. Вы можете позвонить в службу Токсапел, и вам подскажут, как поступать в случае отравления. Если ребёнка вовремя доставляют в больницу, тогда и процент выжить у него достаточно большой. Отравления занимают третье место среди основных причин смертности детей до пяти лет. С начала этого года в районе Басарабяска не было зарегистрировано ни одного случая отравления детей. Продолжение следует...